Что ж, поехали смотреть третью карту в рамках противостояния Na'Vi против Team Empire. Напомню, что Империя выиграла первую в достаточно долгой борьбе. Во второй карте Na'Vi задавили своего оппонента за 16 минут. За сколько минут сейчас Na'Vi задавит своего оппонента? Ну а вдруг не задавит, кто знает. Первую-то они все-таки проиграли. Но все-таки, скорее всего, Na'Vi выиграют, да, мне тоже так кажется. Минут за 34. 34. Ставлю за 34. Крепко, крепко. Кирилл, твои таймеры? Ну... Не, я не скажу, а я по таймерам не скажу. Ты не ощущаешь по таймерам команды? Мне кажется, что у Империи есть шанс, если они Бэтрайдера забанят. Это значит, это как с Virtus.pro. Збанили Шейкера, а Na'Vi выиграли там в Virtus.pro два раза. Ну это и так, конечно. Но тем не менее, Бэтрайдер от Na'Vi это сильно очень. Кто-то уже играет с новой Immortal Кэнодровку? Что я что-то не видел. Я за тебя вижу Дровку каждый раз. Это то, что тебя волнует? Нет, мне правда это волнует. Нет, ну кто-то играет. Кто-то играет. Точно видел. Точно видел. Да, богачи с длинными СЕБами. Вот такими СЕБами. Вот, у них есть. Я скорее про про-игроков. Наверное, мы Дровку видел. Там есть длинные СЕБы у про-игроков тоже. Вот это да, там есть. И короткие есть. Есть очень короткие СЕБы. Видел, у Санейка, по-моему, очень маленький СЕБ. Кто-то вообще СЕБов нет. Кто-то вообще без СЕБы. Нет смысла сейчас играть без СЕБы. В общем, есть. Нет, как говорил. У меня три есть. Цитирую СЕБа. Цитирую СЕБа. Еще до выхода Компедиума, у нас ревьюха была же. И он говорит, у нас после окончания СЕС Компедоса предыдущего TI просто была пост-локотан-мокотан-депрессия. Ну, лотан-мокотан, не суть. Мокотан. То есть у него была депрессия от того, что из игры вывели эту фразу. И они у себя в TeamSpeak поставили, чтобы можно было по кнопке ее в TeamSpeak заряжать. Так вот почему они не играли в начале слезона. И плохо играли, да. Так они не играли вообще. А потом плохо играли. А потом плохо. А теперь, ну слушай, они уже достигли на самом деле достаточно хорошего левла. Но я имею в виду, они все-таки до плей-оффа добрались. Там вот это все. Там есть очень термемные фразы корейских кастеров. Не знаю, почему их никто не использует. Там что-то такое. Все почти используют DIN-DIN-DIN. Потому что DIN-DIN-DIN топ. Вообще на районе. Но опять же, да, я рад тому, что Локотан вернули. Потому что опять же Сеп говорил о том, что с ним у них шансы выиграть на TI второй раз подряд намного-намного выше. Похоже на обман. Ты думаешь, что они не выиграют второго? Я думаю, что нет. Да как это может быть? Чтобы на Тейл выиграл два интернешнала? Слушай, я уверен, что когда ты узнал, что Депс будет в основном в составе OG, ты сказал то же самое. Почему? Не, ну почему Депс нормально катает? Он что, топ-1 Европа как бы был? Это Себастьян. Как бы у тебя стоит на сложный Депс. И ты выиграешь интернешнл. Вот. Для меня, кстати, не было сюрпризом то, что на Тейл зайдет далеко, когда он пересядет на пятерку. На Керри это было очень грустно. На Керри там как бы все было понятно. А вот я прям топил, чтобы он пересел на пятерку. Сразу же, сходу. Я считаю, что человек, который способен играть на Mi Paré Support в официальной игре, это было три года назад, если я не ошибаюсь. Это на Тейлбэл? Да. Мека лесной саппорт Mi Paré. Против меня. Против меня! Не против меня, а против меня! Он тебя выиграл? Нет, прыгал. А, выиграл, да. Ну, а то он был не саппортом. А вот как-то распикал саппорта и проиграл. Я еще и глумился над ним. Да, ну ты, конечно, этот. Стыдно, но не сильно. Но ты тогда его еще затипать не мог, так что, извините, движение было не того уровня. Нет, сейчас меня всегда подбешивал на Тейл. Опа, батруха в бае, парни. Удивительное. Отпустили Enigma. Ну, кстати, финал дефенса был выигран у Натейла. Так что... Все. 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 Как бы приплыли. Что, батруху забанили? Будет ли Enigma? Да, Enigma забанят, потому что имперцам нельзя отдавать. Почему имперцам нельзя отдавать? Ну, если в любом случае имперцам не надо отдавать. Имперцам, по-моему, не особо с Enigma играют. Я скорее о том, что если ты хорошо играешь на лайнах, то нельзя отдавать Enigma, потому что в таком случае команда, имея Enigma, может, в принципе, лайны подзалить. Ну, то есть имя это не так смертельно будет. Это же почти стопроцентная страта, которую в зале большинство команд против Вичи, которые понимали, что они не смогут лейнинг выиграть. Например, если трипла стоит у Вичи, она почти всегда у них стоит. И они просто дожат ее при помощи Enigma. Да, на моей памяти, по-моему, сами имперцы, они не особо играют с Enigma. Ну, сейчас увидим. Слушай, что там играть-то, слушай. Там есть союз. Не-не-не. Он большой молодец. Вот и Enigma. Вот и... Это простой кентавр. Плюс Enigma даже, возможно. Тавр Enigma, кстати, звучит очень бодро. Как раскрытие драфта. Прям можно кайфануть. Тут много что можно взять. То есть, Сен Кинг есть. Но они его, правда, не рейтят, но из таких просто героев, которые сильные. Сен Кинг, Enigma, кентавр против дровки. Что еще есть? Дефолт, наверное, пик на 8-9, Брюмастер, Раста, что-то такое. Кентавр плюс... Шэр Демон. Вот, кстати, да, это один из таких героев Зайца. Он уже жарил на четверочке. Шэр Демон. Так Шэр Демон очень сильный. Вот это максимально недооцененный саппорт, по мне так. Ну, на четверку он очень сильный. На пятерке он так. Ну, вот EG играли на мейджере, не помню, против кого. Ликвиды, наверное, то были. И в Венерах, наверное, еще или где-то. Все смешалось там. Ну, короче, был Шэр Демон. Флайп на пятерке. И, на самом деле, очень бодро там это все заходило. В поздней стадии игры там тоже это был-то. А, Фантом какая-то, там чуть ли не в 6 лотов вообще не могла вывозить, потому что она просто получала Солкетчер на полустолба. Ну и все. Как бы, до свидания. Ну, просто Шэр Демон это один из таких персонажей, которые требуют фарма. И на пятерке он может сильно выбиться из игры. Ну, то есть он может там свои касты отдать, да? И сдохнуть, но... Мне нравится, как все забилили Энигмы. Ну, просто решили, что... Во-первых, проблема в том, что Энигма, она все равно как бы в лесу чилит, да? Да. И ты дашь дровке какой-никакой старт, несмотря на то, что ты крипов ешь. Роджевичков. Но здесь они просто решили еще раз задушить эту дровку просто набором именно сильных героев, которые будут на стадии лейнинга сильные и смогут при этом еще драфт настолько сбалансировать, чтобы и тимфайт был хорош сразу же в мидгейме. Ну, имберцы неплохо хотя бы уже балансируют свои линии за счет Таск. Таск очень сильный все-таки герой, как ни круги в начале. Может он где-то что-то сделать. Слыш очень хорошо на него говорит. Вам не кажется, что это Нави намекает нам на Морфа, убирая ОД и убирая себе шатого демона? Ну, Морф может быть, да. Может быть. Все может быть. Никс в бане, ОД в бане. Да, легко, притом Кристаллайз очень сильный Морф. Может быть, опять Тампларка. Вот я, кстати, Мэджика на Морфе не видел. Да, он очень большой пул героев вроде имеет. Не, я не спорю, что у Идена хороший пул героев. Я просто потому, что я не видел, не лицезрел. Ну, так Сумейл, например, в этом мажоре первого Морфа в своей жизни на официалке показал. Ну, это в Компетитив. Да, это в Компетитив. Да, ну вот. А, ты имеешь в виду то, что ты не смотрел за Кристаллайзом в пабликах его Морфа? Ну, это про Мэджикл. А, Мэджикл, прошу прощения. Кристаллайз-то? Кристаллайз-то играет. Вот могут дать ему, а в чем разница? Это же не ситуация, когда Дэнди первый раз в жизни на Анигме играл. А был так? Ну, на первом Инте. А, на первом Инте ты на пламени герой в первую раз в жизни мог играть. Ну, если говорить именно про вторую доту. Не, так он, по-моему, и... Да не, в первой ты играл. Ну, ладно. Как можно не играть, ты че? Так можно. Есть такие, мне кажется, индивиды, которые не играли совсем на какого-то героя. Ты играл на Марсе? Ни разу. Ну, слушай, я... Я там в доту не часто играю, да? Я старый человек, я поэтому не играю на этих... Он пангалера не любит, да? На новых этих всех новомодных вот этих вот пацанах. Понятно, уже... Мне кажется, Эрик похож на пангалера просто. Я не понимаю, почему ты не хочешь. Я похож на пангалера. Форс похож на пангалера, когда у него усики. Это реальный пангалер. Ну, я просто каждый раз вижу, как ты укатываешься со студии. Да, но это не потому. Ну, короче, неважно. Ну, должен быть морф. Должен быть морф. Да морф, морф. Дайте нам морфа, пожалуйста. Ну, еще все так же там парка. Можно не на третий, конечно, пик, можно и четвертый. Ну, морф от Нави победил даже... Виртуз просто паратом, между прочим. Было такое. Так, вся сила морфа в том, что ему даже плевать, против него есть контра или нет. Ну, то есть это настолько сильный герой, что ты можешь все равно играть. Против парата, против ОД. Сам по себе герой несправедливый. Эмбер. Имбирек, видимо. Но они его могут флексить еще все еще. Так что это не факт. Опять же, хороший очень герой против дровки. Опять же, хороший очень герой в мидгейме в начале. Тоже под кентом бежит. Еще быстрее, чем обычно. В общем, пока Нави тут яркий пик, яркий. Чем же Эмпайр будет? Интересно отвечать-то. Ой, я не знаю, мне эти все драфты с дровкой. Я как-то не фанат их. Мы причем две карты обсуждали, что имбиря неплохо брать против дровы. На третью карту, в конце концов, он заезжает. Не, ну там-то как бы был здравый смысл. Кунка тоже. Когда вот я говорил про то, что имбирь, имбирь. Кунка же тоже очень хороший герой против дровки. Рубик. Ну, Рубик. Рубик как Рубик. Ну, Союз хорошо отыгрывал на Рубесе. Ну, это не Союз на Рубесе. Это не Союз на Рубесе? Ну, скорее всего, да. А, это пятерка, да. Именно в этой игре, да. А ты знаешь, что Эллидан говорил про пятерку Рубика? Угу. Вот как бы. В принципе, это... То есть, на Вивин. Изи, да? По Эллидану. По Эллидану, да. Это чистейшая правда, на самом деле. Потому что все-таки Рубику очень важно. Линзу побыстрее, потом там, блинки, агонимость. Ну, короче, шмотки, шмотки. Опять же, жадная пятера. Да, жадная пятера. Но так как он пятер, в итоге денег нет. И у тебя два брасера. Ты катаешься. Тут, возможно, они исходят из того, что Рената в свое время как бы божил на Рубике. Было? Да, было, было. И Боколы воровал. Легендарный, легендарный. Из Раптора добирается. Пока у Na'Vi пик выглядит очень крепко. Опять же, он тогда божил на четверке, будущей четверкой. Да, да, это понятно. Потому что все равно, несмотря на то, что он свапнулся на пятерку, а это он сделал не так давно, снова, да, за свою карьеру, скажем так, то у тебя все равно есть какие-то предпочтения по персонажам. То есть есть герои, на которых ты там можешь где-то не доигрывать, что-то в микромоментах что-то не знать. Ну, просто он тебе не нравится. Если так взять, то Ренат вообще изначально был мид-игроком. Ему очень трудно было пересаживаться. Приплыли. Мне кажется, что это отчасти слабость какая-то. Он его поддушивает неплохо. У него нюк по дефолту первый щит сбивает, второй щит, по-моему, с пассивкой сбивает. А может, не сбивает. Нет, ну вообще мид-рубик, если так подумать, учитывая талант на плюс 60 дэмэджа, поддровку. Да нет, это все равно очень вяло. Это все выглядит, да. То есть ты, ну как-то... Ты можешь играть нормальную дату, а можешь вот это делать. Нет доверия Рубику, Смида. Проблема в том, что, опять же, чтобы игра у такого Рубика была, у тебя должны быть хорошие фронтлейнеры. Ну, а если посмотреть на этих героев, ну, Энигма, Дровка, Тускр, а там на тебя, как ты говорил, Холосар бежит целый. Там целый бежит, смотри, там два всадника. Если честно, не хватает еще только люка в этот драфт, и все. Все бегут. Кстати, люкан может быть реально неплох. Так, кунка. Кунка. Пан. На мидл позицию все еще нами. Не веришь, что это рубероид, возможно, и на мид? Не, ну это чисто теория, знаешь. Ну да, да, понятно. Чтобы мы потом не сказали, вау, да это же Рубик-мид. Вау. Как вы, старики, говорите флексем. Да, мы, старики, любим вот эти все. Выражение. Хорошо, что пока фейса еще не цитируете. Это пока. Это пока. Это ненадолго. Ну сейчас пару годиков пройдет, начнется. Не, кстати, собаку я бы банил. Собаку. Собаку. Собаку не забанил, забанили бруду. Бруду. Мэджикал поиграл. Я видел матчмейкинги на бруде. Кстати, стал жертвой один раз. Жертвой паука от Мэджикала. Ну и чего вы? Ну давайте, пикайте уже. Задумались они. Мне кажется, имперцы себя опять загнали в какой-то тупик. Хорошо, хоть ты не сказал тупак. То сейчас. Что? Так ну в смысле, продолжаем тему того, что старики пытаются подмазаться под молодежь уходящими старыми словами. Тяжело. Ты сам-то не молодой, слышишь? Да, да. Ну так я и не пытаюсь. Я уже принял свою старость. Так, и вот он Морф, о котором мы говорили до Нави, но только теперь он дотянулся. Это Морф в мид против Эмбера. И он тут страдает. А тут, ох. Ну вот, зафлексили. Да. Зафлексили. Между прочим, снайпер в миде хорошо против Морфа стоит. Опять же, есть фронтлейнеры, да? А, нет, слушай, Союж на Рубике, Кингер на Атаске все-таки так решили сыграть. Понятно. Моден. Ну, я, что-то мой пик Эмпайр разочаровал меня, все, я больше не верю в них. Совсем? Но Меда Морф же может быть любую игру. На 10%, не, ладно, на 15% уверю. Чем закрывается здесь Морф? Настолько плохо. Тут как минимум есть Дизраптора, вообще тут все герои. Все герои, тут реально все герои. Тут реально все герои. Морф против, например, Шадоу Демона. Сейчас еще Эмбер с Веселом купит сходу. Да, Эмбер с Веселом, вот как показывал, не помню кто, но кто-то показывал. Ну, а чатик с вами согласен, 82% все еще за Нави, 18% за Империю практически не меняются у нас проценты. Очень жадный драфт, очень жадный драфт у Имперцев. Мне кажется, что опять не смогут они исполнить. Он жадный какой-то, снова нет фронтлайнера на самом деле, снова на них бежит холостар, а чем ответить непонятно. Ну что ж, друзья, поднимайтесь через свою любимую команду, а мы отправимся к нашим комментаторам. Это Смайл вместе с Адекватом. Да, все так же, все те же. Спасибо за аналитику. Чатик, чатик. В СНГ он любую команду выиграет, когда за Нави голосует. Любую. Любую? Когда Нави играет, то есть. А если Нави в ВП? Тоже выиграл. Нави выигрывали? Да. Там где-то 60 на 40. Это поддержка классная. Не, в мире у ВП Нави болельщиков побольше будет, а именно в СНГ Нави завозит по болельщикам. Наверное, это правильно. Наверное, все-таки, да. История, тег и так далее. Слушай, я все, я не буду давать прогнозов на карту, потому что я смотрю драфты, я сказал за то, что мне Эмпайр нравится больше, они проиграли 17 минут. Как тебе? Ну, этот Морф Ласпик, его два спорта закрывают. Его что, Дизраптор закрывает, Доблокин Бар вообще в одну калитку, что как раз-таки Шадо Демон. Дизрапшин им тоже закрывает. Но две иллюзии, которые 140 дэмэджи будут наносить эта дикость от Морфа. Ну да, там, если учитывать то, что еще какой-то Солкетчер внезапно при фокусе может залететь. И мы знаем, что Морфик любит, когда у него побольше все-таки Агилы, ХП поменьше. То есть это тоже нюанс. Там Морфлинга можно внезапно как-то взорвать будет. Ну не знаю, какая-то, не знаю, волшебная комбинация. Солкетчер, Ассенейт издалека. Бам! И все, нет Морфа. Почему Морф выходит на легкую линию? У тебя на меди-бусте и дровка. Так. Надо сообразить. Морфлинг идет в легкую, дровка в центр. Это из-за того, что Морфлинг хуже против Снайпера, получается? Да, он очень плохо. На пятерочку. Портретик. Еще портретик. Наши обсерверы. For the last time и Beer Monster Dota. Тогда подписывайтесь на ребят, кстати. Они весь мейджер отработали, показывали крутые моменты, стараются ничего не упускать. Поддержите ребят тоже. Можете им писать как раз по поводу обсерверинга. Не нам пишите, а вот им пишите. Все правильно, все правильно. Только к ним. Да, я уточнил там по поводу Soul Catcher. И меня интересовало просто от текущего или от максимального запаса позже, что у нас происходит. В студии разваливается. Угадайте, кто это был. Угадайте. Так вот. Кто бы я нет. Собственно, Soul Catcher от максимального запаса здоровья снимает ХП или от текущего. Я не помню. Ты помнишь? Не помню. Честно, не помню. Нам сейчас Ярослав подскажет. Soul Catcher с максимального или с текущего? Не подскажет. Сейчас, сейчас. Мы обязательно уточним этот вопрос. Он, скорее всего, от текущего. Я тоже так думаю. Так вот, снайпер у нас будет стоять в центре против Draw Ranger по итогу. Посмотрим, как здесь Dream справится. Предыдущая карта для Draw Ranger от Empire была совсем тяжелой. И загнобили, убили. Вообще не дали ничего сделать. Мы там всем персонажам не дали ничего сделать. Сейчас должно быть чуть попроще. Так, снизу у нас будет такая трипла экспериментальная от команды Empire. Близи с Зайцем здесь. Зайц, наконец, играет не на Бэтрайдере. Empire потестили, попробовали. Потом решили, что нужно респект бани. Это жесткая четверка, которая фармит, которая стаки забирает в лесу. Не, ну все еще так. Какая-то линза здесь. На пятый стак попадет на самом деле. Kingard T2-2 тоже очень опасно. Ему поражать он же нужно. Да, пол хп сразу моментально уходит. Давид Кентавер чуть-чуть спейса. Под фарм 4.0 на уже есть. Magical. Так, ну и Magical что у нас получается? 5 на 2 пока? Да. У Дрова Реджи 5 на 1. Фластичка есть. Все неплохо. Идет умирать, кажется, сейчас. Шаду Темон, но Тир-2 вышло. Маны нету. Нужно, да. Установить. Ну и правильно. 5 секунд респауна. Вернет сейчас, будет помогать Кентавру. И мелкий спаун заблочен. Это самое главное. На нижней линии. Кентавр и выход. Ну нет. Скай, вряд ли его убьют. Там, по-моему, вообще 2 спал. Кстати, заблочен. Нет, нет, не убьет. На близи будет уходить. Слабый-слабый Тилькинесс. Стаке делает как раз-таки под себя. Инвиз. Курьера Рейлиентов убил. Санейко опять. Где он его нашел? Сам будет умирать тоже. Хотя может накинуть еще на крипов каких-нибудь. Медленно и верно. Не знаю, если кто-то среагировал. Пока. Могли ВТП нажать и получить экспор. Ну ладно. Никто не пришел. Снайпер сейчас будет потихоньку вырваться вперед. Все-таки он посильнее будет. Дровки. Шапнели уже пошли. За счет этого магического урона от Шапнели. Аккуратно Дриму надо. Дальше Шапнель пошел. Он хочет забрать. На нем ФБ сделать. С Мэджикл идет до конца драться. Есть Фэрифайр. Мэджикл разворачивается. Удар. Еще один выстрел. Не всегда дальше был. Эти Тауру забрал бы. Ну он сделал бы ФБ. Скорее всего отдался. Наверное было бы именно так. Зайца убивают за временем. Инвеса там не помогал. Он вышел. И Кодос забирает в ФРСБ на нижней линии. Ну хотя бы так. Там трипла работает. Так и должно быть наверное. Все-таки надо понимать, что там Энигма стоит в соло. Вообще на верхней линии. И нет помощи ни от одного из суппортов. Суппорты все заняты снизу. И эти суппорты должны отрабатывать. Потому что делится экспан на троих. Если вы не убиваете, то у вас просто элементарно левел не растет. А так хотя бы какие-то убийства. Убийства это хорошо. Ну и морфингу спейса. Да, естественно 13 на 8 у него пока хорошо все. Да и у двух коров на Ави все хорошо. Что у Эмбера, что у Снайпера. Ну кстати да, вот тут с Эдалонами на линию Модену просто не выйти. Потому что Эдалоны пока достаточно слабенькие. Там Эмбер раскачку через вторую, третью. Будет этих Эдалонов быстро убивать. И Энигма вынуждена уходить в лес. Будет фармить там сейчас. Да и периодически конечно с линии нужно макрипа какого-то съедать. Вызывать новую пачку Эдалонов и снова уходить в лес. Линия там конечно остается одна. Но Эмбер спирт тут фрифармить 19 на 14 неплохо. Не знаю, если решил экспу подворовать. Сейчас здесь тоже будет делать еще один стак. Потом подфармить его. Да, в какую-то быструю линзу можно выйти. Тут я не знаю, не лишним будет Аганим какой-то приобрести. Если уж будет супер раскачанная четверка линзу. Ну может быть какой-то защитный билд еще в виде Глимер Кейпа на команду тоже пригодится. Так, руна спаунится на топе. Там есть, не особо нужная конечно. Но снайпер, что продолжит доминирование, может взять. Прешил оставить. Даже не так будет. Тут Дизраптор сейчас будет эту руну забирать. Будет выход на дровку. Или на Энигму. Энигму погонять. Варда нету. Сейчас, кажется, Глимс оставит. Не, нет, снайпера будут забирать. Снайпера должны убить. Скорее дровку должны убивать вместе со снайпером. Тундра страйк. Шапнель пошла. Сейф ТВ от Рубика сюда. Дрим под замедлением. Пробивает спину. Фейтболт хорошая штука. Но Дрим может быть выжимаемости не хватит. А фэрифайр уже не было. Стоишься тоже, кстати. Может подстрелять здесь. Три поля, которые со шапнелями. Ну да. Хорош выход. Других аутов не было. Зачем тебе бежать на Энигму какую-то, когда ты можешь убить мидера и помочь своему мидеру еще больше нарастить преимущество. Потому что 25 на 13. 13 на 4. Мне просто казалось, что может быть и не удастся убить, но хватило дэмэджа. Да не, не. С глимсом, на хостах. Все четко. Так вот. Теперь снайк уже перемещается. Как раз таки на топ. Моден только вышел, когда линия подпушилась. Есть хедресс. Хочет выйти в быстрый доминатор. Иголону сверху дает. Очень неприятно. Пятый минут контроль баунти. Нави забирают пока две. Нави забирают три. Нави забирают четыре. Четыре баунти. Ну круто. Да и вот счет-то на самом деле такой неправдивый немножко. Но он обманывает вас, друзья, потому что там было несколько дунаев от команды Нави. Поэтому нет преимущества по фрагам у имперцев. А вот то, что баунти Нави забирают, это конечно экономика их сильно поднимет. Да, вторая баунти руна это ровно тысяча голды. Если все четыре забрать. Ну и вот коргерои мы видим. Амберспирит топ-1. Топ-3 снайпер, топ-4 кентавр. И морфик лишь только пока держится с легкой линией. Дровка и Энигма, они немножко недофармливают. Пока в этом случае хорошие шарды, между прочим. Сноубол пошел на Мэджикала. Шапнель под себя дал, разворачивается просто раз, потому что уйти не сможет под замедлением жутким. Хотя вот сейчас на хай-гранде будут какие-то возможные промахи. Мэджикал живет, Зайц на развороте может помочь. И Кингера здесь отстреливают, а ганг неудачный. Мэджикал выживает и погибает, тем временем гангующий Кингер. Отлично, не хватило дамеджа. Ну два героя вряд ли забирало бы. Или снайпера. Очень все неплохо. Хороший начал Нави. Да. Но опять, опять. Шадоу Демон тот самый, что у тебя Зайц на Бэтрайдере шел. Там высшая кора, что здесь, одного из коров, что здесь, тоже великолепно отыгрывает. Еще стак, Зайц это может забрать. Ну пока таких на самом деле в два роумера фактически играют Нави, потому что Санейка все время путешествует по карте. И Шадоу Демон тоже сейчас выходит пост на топ. Стакается Шадоу Бойзен, есть Дисрабжен. Еще один стак. Телекинезис, конечно, имеется кристаллайз под флэмгард. На ренатах залетается Юштики. Использовал фейтболт на развороте, но получается, что фейт погибает Рубик. Маден, ну пытается хотя бы кого-то в ответ забрать по кристаллайзу, но демэджа просто не хватит. И еще один выгодный и очень важный ганг от команды Нави. Итого преимущества уже 2000. Шадоу Демон уже по Нетворсу обходит Энигму дровку. Там вообще супер круто все у него. А там речь. На старт, старт от Нави бодрый. На медиа дровка. Не зарядить. Ах, не успел зарядить, потому что Союз здесь был. Смысла не было. Метальный телекинез. Маджикал очень хочет перехватить. Тут уже некого спасать. Но дровке от этого, конечно, не легче. У нас сейчас снайпер просто в соло выгоняет этого персонажа. И дровке нужно уходить куда-то в лес. Тысячи голды. А в лесу там Энигма. Заезд Анейка, да, идут вардить, во-первых. Во-вторых, расставлять варда. Заходит прям в нагло, он хайграунд. Чего-нибудь боится Анейка. Кингар здесь. Дизрабшин пошел. Идалонов, на самом деле, очень много сейчас. Очень много Идалонов. Будет больно. Салт-Анейка умирать будет. Да, но переоценили свои возможности два суппорта. Еще и шарды. Так, можно продолжить по Зайцу. Идалоны взрываются. Надо было 5-й за окены, чтобы забрать их. Да, скорее всего. Тогда, может быть, хватило. В кулдау на все скиллы. Поэтому спокойно мог уходить. Так, ну, без внимания оставили морфинга. Прошу прощения. Здесь у него все хорошо. Кодус здесь. Уже купил морбит маску. На самом деле, Санейк нужно перестать двигаться. Пускай двигается пока один у нас Заяц. А ему нужно встать на какой-то лайн. Пытаться получить эксплу. Потому что ему срочно нужен 6-й левел, чтобы морфа убить. И нормально. Чем быстрее возьмет себе левел 6, тем будет проще, конечно, ей тоже. И гангать, и первые драки проводить. Это понятно. Но пока вот просто бегает из линии в линию. Но морфинга одного, конечно, тоже оставлять не хочется. Потому что хорошо, слишком фармит сейчас морф. 4 тысячи нотворст. Уже практически догнал Эмбер Спирита. Тиммейты его немного отстают сейчас по фарму. Но он зато держит морфу. Все хорошо у него. Приостановились у нас эти убийства бесконечные. Перемещения вроде бы продолжаются. Какие-то вроде Эмпайр больше не подставляется. Хотя вот если посмотреть на то, где они находятся на миникарте, они прямо вот спучковались в своем верхнем лесу. Так, здесь Кристалайзер могут поймать. Но есть Ремнанты, спокойно уходит. Так просто его не взять. И у Зайца там уже, кажется, быстро Эркенбудс имеются. Вообще-то тут вышку хочется коддосу забрать. И стандарт страйк надо донайть. Если Тавр донай был. Тавр донай был. Да, отлично. Хорошая игра. Не дали Тауэр забрать, потому что Морф очень круто от этих Тауэров отталкивается. Ренат. Попытка сейчас выйти как раз-таки под Доминатор. Энигма Доминатор собирает, и сразу идет давление на Тир-1 Тауэр в ауфлейне. Здесь то же самое абсолютно происходит. Кингер уже выходит. Зайц. Сюда телепорт и снайпер. Ну, нужно больше телепортов. Эмпер Спирит тоже стягивается. Нужно себя откидывать полностью жрапнелями. Забирать всех людей, которые сюда заходят. А там еще чейнами перехватывает моден. Пока добежал до соперника, уже погибает. Просто кристаллайзер. Два минуса уже сделаны. Коддос тоже тут. Но сможет ли он добить хоть кого-то? Кентавр идет. 200 голды еще и для Na'Vi. Коддос нет маны. Он отсюда. Идет. 12 ликов. Ру. Надо пытаться. Чейнами. Но не, 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 не должен выживать здесь никак. Три минуса. Эмпайр провалили свою атаку. Просто провалили. Да нет, ну куда ты лезешь? Там снайпер. Телепортируется моментально. Просто все. В шрапнелях ты по ним бегаешь. Ты теряешь огромное количество здоровья. Потому что сейчас четвертые шрапнели. Эмбер еще подошел. А сейчас еще и руны большую часть будут забирать Na'Vi. Ну вот одну Союз забрал. Там три для Na'Vi будет. Три для Na'Vi и хасты снизу. Еще тоже плюс. Да, напали как-то вот на этого Шадот Демона. Но не надо забывать, что Шадот Демон на самом деле сейчас и с левелом у него и денег очень много. То есть он не такой простой. Суппорт, который ты просто накинулся и в соло убил. Он подсейвил, он выиграл время, дал дисрапшн. Плюс пошли от Na'Vi тпшки. Все качественно было сделано. И Эмпайр. Вот это очень важный был выход. Потому что если бы они сделали фраг, то они скорее всего бы еще снисли тавр. А сейчас время потеряно немного. Na'Vi еще подфармили 4000 преимущества. И вот только сейчас Эмпайр будет пробовать в очередной раз идти на вышку. Это 11 минут уже. Причем кода здесь остался. Посмотрите сколько кургероев на одном маленьком участке карты. Снайпер далеко не уходит. Он сейчас запалит опять всю эту бригаду, просто туда вернется, он уже здесь. У него две шапнели есть. Мидасик будет у Мэджикл. Это грамотно. Против Доминатора играем. Можно съедать, зарабатывать деньги. И шестой уровень у Дизраптора. Это самый плюс. Если Морф близко подойдет, сразу моментально статик шторм. Чейны. Хорошо Кристалайс в качалок. Это самое главное. Есть Глимс. Ну все, они спасти. Мы доигрались, надо бежать назад. Просто ловит на пустом месте. Снизу Кентар фармит. Полностью переигрывают нави, пока имперцы. И главное, что Морф бегает. Морф вообще перестал фармить. Да. Позиция его относительно соперников по фарму, она этим падает. Был второй, а сейчас третий. Он умер, потом воскресился, опять пришел на топ. За это время вообще не фармил. Ну да, они вот смотри, зафиксировали верхний участок леса. Вот они там стоят, плюс выходят на верхнюю линию, где ничего не получается. У них так получилось, что в центре вообще никого нет, а снизу стоит просто Тускар. Вот так вот распределяют свои ресурсы, имперцы. Это называется макроигра. А, тут переигрывают по этому параметру. Как ты умеешь распределять ресурсы по карте? И что самое главное, вышка-то не падает. Нави защищают ее. Просто защищают и не отдают. Все, наконец-то додумался Морф. Не Морф, даже, Рубик. Снизу. Перетягиваются на Кентавра. Кентавр просто там Пит убежал. Все. Мне кажется, не поймать. Да, он выживает. Из-за того, что телепорт пошел вниз, сейчас будет атака наверху. Солт-кетчер по Модену. Стофик Шторм был. Как выживать, совсем не ясно. Еще одно убийство. Да, Зайк тут стрекует. Дрим только выходит на линию, страдает сразу. Ему вообще, конечно, из леса выходить не стоит. Девятый уровень. Можно просто фармить Эншн, топ-ном-стоп. У него задача только одна. Фармить лес. Вынести себе артефакты. Других вариантов у него просто нет. Кодос там тоже пытается где-то что-то зарабатывать. Ну, пока-пока, да, все хорошо. Третья решающая карта, друзья. Напомним, что та команда, которая здесь выиграет, она будет играть против победителя пары ВП Винстрайк. По-моему, сегодня даже уже с заключительным матчем. Если все решается в одной карте, то, конечно, нужно максимальное усилие приложить. Да, сегодня три беста в три. Как раз вся верхняя сетка будет разыгрываться. Но слот еще не будет разыгран на мажор. Это все будет уже только завтра. Не знаю, что сделать имперцам сейчас. Как выровнять ситуацию? По-хорошему им нужны вот эти выходы под Энигму, под Доминатор, под Эдолонов. И пытаться сносить этого ран. Потому что на Тирадин Тауэр нужно уже давно было сделать выход. Но Na'Vi пресекает его на корню. Моментально там снайпер оказывается. Сразу Шрапнель и Долоны умирают. Морф нормально не может бить по Тауэру, потому что боится Дизраптора с Топик Тормом, который не показывается. Из-за этого все плачевно. Ну вот сейчас вот. Три минуты спустя или четыре минуты спустя они заберут этот Тирадин Тауэр сверху. И то как-то неспешно. Там еле-еле. В то время Na'Vi уже успели с верхней части карты переместиться вниз. И тоже в ответ будут забирать, конечно же, вышку. Союз надо уходить. Прогрязается проход. Увидели, но поздно. Да, плитис там. Уже уходит мимо. Ну да, вышка в вышку тогда. Тирадин, тирадин. Позащищались, позащищались. Na'Vi решили потом забить на верхний Тауэр. Ну ладно, пусть забирает Имперцы слишком настойчивые. Это Тауэр защитить можно на самом деле. Не знаю, Стампит есть. Могут, в принципе, драку навязать, если будут ТПшки. Нет. Имперцы предпринимают решение просто остаться пока. Ну окей. То есть они понимают, что начальные размены они проиграли. По фарму они явно отстают. Они это чувствуют. Просто будут дальше фармить. Вопрос, что будут делать коры команды Империи. У них Нигмы третья позиция, а не четвертая. У них нету, опять же, фронтлайнера. У них дровка, которая приседает очень сильно против Имперспирита и снайпера. И Морф один, который очень сильно приседает против суппортов. Это все под Кентавром. Опять же, цеплять особо нечем. Чтобы именно зафиксировать на одном месте, кроме Блухола. Как драться, непонятно. Все против тебя. Притом, даже Морфлинг тоже относительно закрыт. Мы уже подмечали, что против него есть хорошие суппорты. Которые, если что, смогут Морфлинга поймать и обезвредить. В общем, да, неприятная ситуация, конечно. Совсем ясно, какой будет геймплей сейчас в Эмпайр. Но, как минимум, они под Тир-2 залетают. А Санэко успел поставить статик-шторм. Еще и кинодик-филл. Кингер зажимает. Кодос нужно уходить. Кингера здесь явно не спасти. Еще и демоник-пурш. Дизрапшн. Неплохо. Мэнджикл, может быть, попробует какой-то шапнель. Но Кодос уходит. Реманты будут лик-ристаллайзть. Там Глимс! Глимс! Санэко шикарно. Кодос обернули. Кодос превращается в Эмберспиритов. Лэмгар, Чейн. И, кстати, неплохо отыгрывает Кодос. Там барабан уже. Барабаны и стампит. Вот что сразу. Чейн и в ответ. И Эмберспирит. Он же Кодос Морфлинг. Но тоже погибает. Но как же долго живет. Посмотрите, очередной вейформ. Еще и стики есть. 20 штук. Еще и руны можно собирать. Воу. Но накрыли. Накрыли. Все-таки накрыли. Все-таки убили. Долго, конечно, нави с ним сражались. Но смогли осилить. Но в таверну. Тровка фармит. Скоро Dragon Lines. Вот тоже очень поздно все. Ну, какой спейс получился для Дрима. Да, там все-таки атака от МПР была на Тир-2. Где тропка не принимала участие. Фармила лес. Выходит Близзи. Близзи вообще не пробиваем какой-то. Хотя шарты хорошие, слушай. Но вот так вот тыкают, тыкают. Могут и затыкать. Стан. Внезапно от Близзи. И бежал. Гаст мимо. Сноуболт только сам самостоятельно кинга раздел. И Близзи. Ну, слава богу, что такой хоть килл. Но зато Блинг успел купить. Кентавр денег не потерял. Да. Отлично. Медленно под этими стрелами бежал до этой лавки, чтобы купить себе Блинг. Добежал. Купил. Потом уже с чувством выполненного долга простился с жизнью. И отдался. Но есть единственный плюс. Если Энигма дорастет до Блэкхола с Даггером, то ей нечем сбивать. Как раз Квитбай мы видим артефакты. Сразу моментально Даггер. И после него Блэккенбар. Ну, без БКБ, конечно, достаточно легко будет. Мэйджикл где-то находит Кингера. Пока БКБ не выформит Энигму, а Блэкхолл вообще не вкастовишь. Там элементарно глимпсы какие-то есть. Из рапшена. То есть, много чем можно закрыть. Ну, если нафармит, то сбивать нечего. Тут нюанс. Вообще, какой-то там из пациева может быть быстрый агонимный Кентаври, что-то подобное может спасти. Данай Тавр. Кстати, это, по-моему, уже вторая с Данайной вышкой команды Нави. Как у Кристаллайза дела? Майлстром у него, да? Должно быть уже молнией. Мы работаем. Парабаны, молнии. Есть фейзы. 13 уровень. Все хорошо. У Кристаллайзов. И ульчик фармит себе тоже после фартефак. Снайпер тоже с Майлстромом. Отпушивает линии неплохо. Так, вот так вот Снайка закрывает. Кодос успел, конечно, перекачку нажать. И Снайка спотягивается в Кодос. Но, не знаю, опять будет тяжело, конечно, выживать. Адептив страйк. Есть вейформ. Использует плюс ТП. И если чем сбить... Ой-ой-ой. А сбить так оказалось нечем. Там, по-моему, Мемберспейт слишком рано чейны потратил. Были бы чейны, скорее всего, установил Кодос, но не получилось. Ну да, нужно было просто убить. Маден с таском. Ну, вот, смотри, бегут два суппорта, да? Три Рубика. Так, ну... Как ты так Мадена принизил сразу? В суппорта превратил? Ну, Энигма. Ну, посмотри на него. С чертой позиции то же самое. Ну, ладно, Зайца убьют. Подставил. Дашь не забирать. Так, Миднайт Пульс. О, Блэк Холл был. Это был Блэк Холл, друзья, который длился меньше секунды. А теперь байбэк от Шадо Демон. Ну, кстати, Кентавра забрали. Неплохо пока получается. Кристаллази с чейнами. Вбивается в Дроу Рейнджер. Рубик, кстати, в живых остался еле-еле. Ответы чейнами от Котаса неплохо. Минус Эмбер Спирит. Котас идет дальше за Мэджикалом. Слушай, хорошо. Эмпайр на камбэке сейчас реагирует на соперника. Несмотря на то, что Блэк Холл потратили просто в никуда. Плюс был байбэк от Нави. Драка продолжается пока. Ну, и на это пока все. Отыгрались, отыгрались Эмперцы. Какой-то сноубольщик словили. Просто конвейер гейминг сейчас был. Байбэк же был, да-то? Не ошибаюсь. Байбэк, что Блэк, что Блэк не хватил. Много. Минус 123 голды, на самом деле. Всего лишь. Ну, тут не страшно. Страшно то, что Эмбер погиб. И Кентавр. То есть вот это вот. И очень много забирает Моден, кстати. Тот самый. Который саппорт Моден, да? На Энигме. Восемь сотен голды. Это сходу Митрилхаммер появится. И там дальше до БКБ недалеко. Нормально. Вот Блэкхол, конечно, был сейчас вратительный. Потому что смог Эмберспирит улететь. Но впоследствии с БКБшкой будет кастовать Блэкхол намного проще. Приятно. Жизнь налаживается. Кстати, 3000 всего проигрывают на 19-м минуте. Тоже прям не так серьезно. Отставание сократилось. И Морфинг уже на вторую строчку. По Натворусу поднялся. Дровка приподнялась. И Ник. Но нормально, нормально все. Имперцы драться можно. Сейчас еще находят зайцы. Зайцы, кстати, после Байбэка. Да, сейчас глядят на минутку. Последить. А там дровку убили. Близи. Накрыл где-то. Туши Кентавра. Не, ну это определенный плюс для Нави. Потому что они еще и вышку в центре забирают. Там что-то демон без байбэка умер на минуту. Но это суппорт. Богатый, но все-таки суппорт. Да, капитан команды. Неприятно было, что умер. Все-таки на дровке хочется фармить. Моден. Все приближается и приближается к Блэк Холлу. Все ближе и ближе. Блэк Холл, да, полторы минуты. И БКБ скоро тоже будет. Тут Эмпайр. Ага. Нашли. Нашли здесь Рубика. Соснайд. Моментальный минус. Мэджика стрекует. Уже от стапа был. Ингар уходит. Перехватов никаких не будет. И 20-ая минута. Выход на баунти. Нави будут забирать две. Имперцы постараются забрать две сверху. Но тут Кристаллайз. Кристаллайз рону не отдает. В итоге три Нази. Нормально, да. Вот опять-таки. Вроде бы драка неплохая темперцев прошла. Но Нави там подфармили. Тут Рубика убили. Три баунтируны забрали. И вот преимущество уже снова до отметки приемлемый. Вырастает. Ну ждем тут очередной драки темперцев. Надо гангать. Надо искать снайпера. Снайпер с Медасиком все-таки. Фармить достаточно быстро. Надо темпом срывать. Две сто уже над морфом. Спирит весел скоро появится. А вот он смог. Вот и выходит сейчас. Это выход там не за то, чтобы баунти забрать. Не за то, чтобы рошанок. А то какого-то впоследствии забрать. Это просто выход для того, чтобы сбить темп фарма Эмбер Спириту и снайпер. Если надо них доберутся. Просто хотят подраться, использовать все имеющиеся ресурсы. Ну давайте посмотрим. Кристаллайз здесь. Флемгард. Аккуратно подошел. Смог развеял. Как-то... Не подвязал, да? Ну я думаю, со второй попытки получится они будут гнать. Там есть глипс. Кингер. Сноубол. Хорошо. Ой, отличный сноубол. Просто замечательно. Четко отыграл Кингер. Эмбер Спирит в вагоню на Ремнанте. Будет еще, наверное, Слейт оф Фист и Чейны. Чейны дал. Слейт оф Фист не дал. Бывает такое. Но сам догоняет Кингера. Шарды. Кингер запутался. И здесь в пустах его, конечно, не отпустил. При том, что Смог-то, в принципе, это был антеперсов, да? То есть они сами выходили в атаку. Никого не убили. И при этом потеряли своего саппорта. Не очень хорошо получилось. Моден за телепортом идет. БКБ будет сейчас? БКБ. Блэкхолл открутился. Можно это как-то использовать. Но вот все еще. Пока без драк. Нави по карте просто лучше двигаются. Лучше двигаются, больше фармят. Лучше гангают, там даже не используя большие ресурсы. Все это приходит к тому, что уже 7 тысяч преимущества. Имперцам нужно реализовывать Блэкхолл как-то. Снайпер пика почти. Это после Медаса. Так что бешеная скорость атаки и артефакт на выживаемость появляется. Майор Стром и пика. Сейчас на ему после этого Таура полетит уже. Но тут вот, к слову, от Эмпери есть чем до снайпера добираться. Все еще морфинг. Что-то плане хорошего. Улетел морфинг. Морфинга вернули. Манты пытался ладошить. Климс не получилось. Был бы красивый момент, но не вышло. Вот и пика на дровке. Но им нельзя драться. Хорошая позиция у Кингера, кстати. У Модена тоже. Ой, там Блэкхолл можно дать. Так, впрыгнули. Тем временем на Рубик. Рубик запайтил. Шарды ставятся. Есть на Тик Шторм. Неплохо. Убили Дезраптора, но в размен на Рубика. Пока накрывают также Кентавра. Хороший байт был от Эмперии. Но вот Кристаллайз только не поймать. Если не поймать, надо будет отходить. Снизу еще и линия подпушивается. А там Кодос. Демоник Пурш, Солкейкер. Довольно больно. Вейв Форм. Кристаллайз спокойно сейчас будет бросаться. Три стака Шотопоизна. Четвертый накрывает. Неплохо. Молнии периодически срабатывают. Есть пятый стак. Через три секунды будет Вейв Форм. Но не знаю, если больше ничего не накинут, то Кодос просто уйдет. Сейчас Дезрапшн. Может быть, чейны какие-то. Манта. Кодос погибает такие. Не доиграл. 18 фигов еще было. Да, не доиграл. Не до микрил. Думал, что выживаемости ему хватит. Перекачки будет хватать, но не хватило. В итоге для Нави это плюс. Вообще, конечно, очень много суммуру в этой карте. То есть, там такие шальные какие-то отдачи. Что с одной стороны, что с другой стороны. Не супернадежно играет, прямо скажем. Не супернадежно. Не чемпионская игра. Не чемпионская игра, да. Не секреты. Ну, с другой стороны, конечно, весело вроде бы. Там 29 фрагов за 24 минуты много убивает. Но фрагов тоже довольно много. Так, теперь ним скан накрыли. Командор Радиант. Знают ребята из Нави, чем занимаются имперсы. Интересный выход. Половину Рошана уже забрали, но Нави, скорее всего, успеют. Да, пошли, полетел уже Шапнель. Есть инфа. Близи по двоим. Вот это в рэп. Близи хорошо получилось. Дальше кинетик пил. Бестатика пока. Дрима и так можно забрать. Газ здорово, конечно, по четверым. Но просто подрывают. Рошан. Рошан убивает Дрима. Вот так вот. И... Здравствуйте. Это вам подарочек. Подарочек для Рошана. Либо ничего не делаешь. Не успеют никак. Моден с Блэкхоллом с БКБ, но его там не было. Он не подходил. Он не подходил. И прям супер халяв. Вот опять-таки, это разговор о том, что... Очень вот так. Имперцы просто подарили сейчас Рошана. И Спирит Вейст или еще один полезный артефакт против Морфа. Очень неприятно здесь играть. Уже в Дриму. К слову, вот то, о чем я говорил. Такой из-под Блэкхолла небольшой сейф от Кентавра будет Аганим. Просто даст выживаемость своим тиммейтам за счет Стампида. Классно будет работать. Ну, все, все грамотно, все четко по айтембилдам. Ты даже не придерешься. Медас отрабатываются. Не, у Na'Vi все отлично работает. Они в стратегическом плане там Андрюха Мак, он их подковывает. Мне кажется, очень сильно разбирает. Они очень огромные работы всегда проделывают на буткемпах. Ну, в принципе. Поэтому у них редко можно ошибки в теории найти. У них вроде все работает. Именно на практике, да. Там в движении, в остановке лайнов. Это ошибки есть. А именно какие артефакты собирать и так далее. У них с этим никогда проблем нет. Кто что контрить может, по героям тоже нет. Практика подводит. Из того, что периодически играют очень однобоко. Ну, есть такой момент. Да, если бы играли всегда совершенно, конечно, спокойно выходили бы из квалификации. Ездили бы на все мажоры, но не всегда получается. Ну, 8000 времени. Там лишние баунтеруны опять забрали на 25-й минуте. Идут подпушивать р2. Но мы все еще ждем, друзья. Понятно, что Empire могут проигрывать. Тут и 8000, и 15, и 20 тысяч. Но пока жив модем на Энигме, пока имеется БКБ-блэкхолл, надежда есть всегда. Любой качественный блэкхолл может игру в момент перевернуть. Нави это прекрасно понимают, поэтому тоже будут действовать аккуратнее. Но блэкхоллов качественных, кстати, пока мы не видим. Там за 26 минут, по-моему, один блэкхолл был, который длился меньше... Все-таки дать даггеру нужно. Либо везению. Просто, чтобы ты там стоял с какой-то елкой, все гнались бы за кем-то. И ты бы по пятерым дал бы. Ура! Ну, только так, да. Потому что вот вроде есть иногда надежда на то, что пойдет какой-то фронтленер, впитает себя, забайтит. Но здесь просто командный Empire фронтленер-то особо нет. То есть кто пойдет торговать лицом, кто примет на себя какую-то атаку, неясно. Тут все хотят врываться именно вторым номером, третьим номером, уже после БКБ-блэкхолла. Каждые две минуты снайпер увеличит свое преимущество на тысячу надморфом. Эфмидас. Ну-ка, заюзать. Заюзать. Сейчас найдет, что заюзать. Не-не-не-не. О, хорошо, на идолону. Нормально. Причем нейтралов не было, обратите внимание. То есть если бы по идолонами не подставился Маден здесь, то Мэджикл просто и пробегал бы. Эффективность использования Медаса бы явно сократилась. Реально, просто нет нейтралов. Жестоко. Маден, ой, соулкекер, демоникпурж, половинах ЭП как не бывало. Но БКБ нажимает просто, чтобы спастись. Не знаю, спасется ли. Мэджикл толкает себя пикой, простреливается. Тик-сторм ставится, вернули просто-напросто Дрима. Дрим стоит там Шаду Блэйд. А вот по Шаду Блэйду оказались не готовы. Невидимость, неуязвимость работает исправно. Тут, правда, зажимают Кингара. Но отлично, тем временем газ получился. И так же съедают без Раптора. Байбэк от Кингара. И размен один в один получился. Давай, Тауэр падает у нас снизу. Ну, с чего-то того, что еще вышку нави забрали, что еще и байбэк от Имперца одного, то там, плюс Линави, наверное. Нельзя сейчас драться, только в Импере. Плавит Кристалайзер, Тиликин Эст. Есть Дизрамшн, отлично. Там с помощью линз, с большой дистанции Дизрамшн был использован. Кристалайзер, значит, этого будет спасаться. Плюс там Пидрим далеко зашел. Получается, Ллкеч очень больно сейчас. Под Шапнелью и просто Дрим погибает. Мэджикл, Год Лайкс. Стоит там издалека, подстреливает снайпер. Наконец, обратил на него внимание Кодос, тут же используется отличная пика. Шардами не попадает Кингер. Как же Байтис, как же Кайтис, точнее, Мэджикл своего соперника. Дамблкил уже Бьет, Год Лайкс. Имперца есть повелись просто на этого снайпера. И сейчас погибнут все. Вейформ ТП Аут сбивается. Юлом, Кодос, как теперь уходить? Совсем неясно, маны мало. ХП тоже, и его тоже накрывают. Минус 4. Душит Нави. Очень сильно душит. Ну, этот момент вообще идеальный разыграли, на мой взгляд. Очень быстро забрали Троу Рейнджер. 7000 экспы, 2800 денег где-то. Да, вот, смотри, снайпер настрелял на 5000 урона. То есть Кентавр свою лепту внес, Эмберспирид. Он просто стоял и стрелял, его никто не трогал. А когда его начали трогать, я показал, что у него Егис. И Биг там, который помогает идти. Так, сейчас еще и Союз. Окончательный тимбай по фортам. Ну, он никуда не денется. Все ремнанты спойтал, кристаллайз, подвязка не сработала. Но есть Юл, есть Юл, который помогает в таких ситуациях. Союз еще там как-то атосиками играется. Нант, не ма, Союз, Мансин, кристаллайз идет до конца. Но там Боттл есть, там письменных проблем нет никаких, кристаллайз должен загонять, конечно. Но теперь Слейт офис Чейнс и Рубик умирает. Кристаллайз, мега килл. Ну, пока стоит, наверное, признать тот факт, что игра совсем уж однобокая получается. Имперцы, все их попытки гасятся командой Na'Vi. Попытки подраться, попытки поспитпушить. Прям с первых минут было видно, когда имперцы заходили на Тер-1-дышку. Ничего у них не получалось. Ну, из каждой минуты все сложнее и сложнее, потому что проигрывают больше. Потому что Na'Vi все сильнее. Там Заяц просто прыгает уже на пленке застахарника. Надо вернуть же. Чего-то не решились возвращать. Хотя бы простытили, вроде, Шату Пойзином, да. Нужно было просто вернуть. Качает снайпер себе минус полторы секунды. Снимает каст тайм. Ну, это против Энигмы. Смог через Disruption Шату Демона вызвать именно Морфингов. Прикольно работает. Ну, вот есть кого превращаться хотя бы. Да, смотрите, Кодос. Оп, себя и Морфинг. Хорош. Это очень приятно, кстати. Халявный мот оставил. Куда это собрался? Близи. Не знаю, Близи еще попробуй убей. Там шнайпер заезжает. Моден разворачивается. БКБ. Под замедлением жутким сейчас. Знает, натакивает что-то поздно. Там БКБ пока плевать, конечно. Но бьет с руки. А вот тут на удары с руки ответит нич. Еще Глимс. Сноуболом Кингерет неплохо тоджит. Но не уйдет. Тоже не уходит. Код лайки опять. Мэджикл сколько там на ноль лежит? Тринадцать, четырнадцать? Одиннадцать. Одиннадцать, ноль одиннадцать. Чисто играет Мэджикл на снайпере. Просто очень чисто. Он просто перефармливает того же Морфинга на пять тысяч. Уже там дровку на семь тысяч. Аганим очень быстро появляется. Смотрите. В тридцатой минуте Аганима это очень круто. Рекорд поставил на сборку Аганима. Класс. Союз умирает. Ну все, МПР просто потеряли нить игры. Поплыли. Просто по всей карте начинает отдаваться. Где-то бегать. Хаотичное движение просто происходит. Там два героя, тут один герой. Туда-сюда, там пофармить. Уже сложных действий нет. Командной игры не видно вообще. Сложно подстроиться. Когда у тебя вроде бы есть план с Энигмы, да. Ты понимаешь, что ты собираешь Доминатор. Там какой-то пятый, шестой минут. Идешь, ломаешь вышку. Там вы захватываете чужой лес. Ну это стандартная игра. И вот как только на каком-то определенном этапе этого плана у вас что-то не получается. Например, Нави отбились от тир-1 на вышке. Ну защитили. Один раз, два раза. Не знаю, не знаю. Пробуем бить еще ближе. Нет, убили не ближе. Били Таскар. И вот, да. Игра пошла сразу наперекосяк. И Эмпайр просто потерялись. А что делать? Не захватывается чужая территория. Много денег не заработали за вышку. То есть не снесли ее. И как-то все вот просто кавардак. Ну ничего. Опять-таки, я уже говорил о том, что 16 тысяч можно проиграть. 20-25. Не будут сдаваться до тех пор, пока Моден не вкастует свой Блэкхолл. Один мощный хороший Блэкхолл. Скоро появится Блинг через две сотни голды. На это будет уповать Эмпайр. Дрим с Шадублэйдом. Попытки напасть. Вот с одного раза у тебя получается в Шадублэйда напасть, а второй раз ты уже сентри поймаешь. И этот Шадублэйд, он коту подхостит. Ты просто тратишь 3000 денег ни на что. А оно тебе надо? Нет. Зайд спалил. Хороший был Вижн. Да. Просто хайграунда. Что-то поездно пошли пытается перехватить. Может быть убьют Мэджикл. Вот он Блэкхолл. Дизрапшн. Оу, Зайан. Шикарная игра. И снайпер будет жить. Или нет? Ход все до конца за Мэджикл. Мэджикл, Мьолнир. Отстреливаются до конца. Просто драться. И кто кого? Кодос, Мэджикл. Там, в основном, помогают. Но снайпер-таки погибает, а Кодос будет жить какое-то время. Его возвращают на Глимс. Добивают-таки Морфлинга. Окей. Но Эмпайр проводит неплохую драку, уничтожая четверых. Потеряли только двух персонажей. Остается, живых только Зайц, который смог уйти. Неплохо. Морфлинг выиграл очень много времени, пока Эмпера там сражались одним, со вторым, с третьим. Снайперу даггера нужно. Тут у меня есть что-нибудь на выжимаемость? У меня есть пика. Мне кажется, ему даггер еще нужно. Достательно много магического каста, как мне кажется, получил. Хоть и по КБшку на самом деле. Элеманта стайл. Что-то из этой серии. Еще и Зайца нашли. И Зайца. Зачем он это сделал? Не знаю. Окей. Ну ладно. Часть команды, часть корабля. Если все на одной, я тоже. Пока команда отдыхает, надо отдыхать вместе с командой. Это тимплей. Тимворк. Все нормально. А теперь это официальный тимвайп. Ну, кстати, Эмпайр отыгрались немного. Вот-вот Блэк Холл какой-то. Пусть он был неудачным, но это все-таки помогло команде Эмпайр расправить крылья. В драке они там почувствовали себе силу. Морфинг здорово отыграл. Мы убивали соперника и преимущество немного сократили. Вот наиви. В итоге десятка остается. И теперь интересная драка будет уже непосредственно за Рошана. Не будет Блэк Холл какое-то время у Эмперца. Нави бы желательно по респауну сразу пойти и дядю забрать. Кентавру бы возвратку собрать. Это, кстати, очень полезно было бы. Собирает Кремсон Гвард. Но вот про Блэйд Мейл на самом деле периодически забывают. Собрал бы Блэйд Мейл. И Дровка очень сильно бы страдала. И Морф бы очень сильно страдал. И по поляне можно Энигмы походить. Блэйд Мейл решает реально в некоторых моментах. Ну там он хочет пока Кремсон купить. Ну Кремсон там Блэйд Мейл бы. Собрал бы. Было бы великолепно. Ну и знаешь, так на 35-й уже Блэйд Мейл не хочется приобретать. Я знаю, что он полезный. Скажи, это Самаил. Самаил, да. Мы помним этого Алхимика, который шестым слотом взял Блэйд Мейл. Так, ну тут Дизрапт урубили, Эмпайр. Причем просто так, без разменов. Снайпер стреляет, но есть промахи. Пошел Стампид. Под Стампидом пока не подерешься. Рота Фотос. Заходит Моден. Так уверенный идёт. А Блэйд Мейл-то нет. Просто Миднайт Пульс под БКБшкой. Кодос дальше пошел. Получается Дизрапт. Неприятно. Там еще и Солкетчер. Сверху. Кислайз пытается справиться. Пока Супортом Гигар. Перекачался в ловкость что ли? Да ладно. О, это мисплей. Микен Тауэр вблизи. Великолепный врыв тоже. Как вчера против Virtus.pro просто в лучшие годы. Мудрил в итоге очень быстро погиб. Хотя по КП и мог пожить, поперекачиваться. Может быть что-то получилось. Но были без Блэкхоллы. И без Блэкхоллы понятно они здесь драться не могли нормально. Нави. Без БХ слабые. Нави забирают сейчас соперника. Забирают Рошана. А еще с Амиду пойдут. Йолнер сейчас еще в Эмберспирито появится. Тоже приятно. Не кентавра кого-то закидывать. Использовали специально просветку. На случай, если бы там какая-то дровка под Shadow Blade'ом успешал. Попытался воровать. Лучше перестраховаться. А, все правильно. Санэка просто отчаянно дерется. Вообще не поворачивается к сопернику спиной. Видит лицом. Встречает лицом. И дерется до конца. Слабее ничего страшного. Весл повесил. Бился как мужик до конца. Но в итоге погиб. Есть Йоллу у Зайца. 22 уровень. На 35-й минуте. Это кучу. Затем просто бешен. У него экспажи. 30% по-моему. Талантика-то? Да. 30% экспогейн взял. На 10-м. Трастет, растет, левел. Ну покажите нам кора какого-нибудь из команды Na'Vi. Все 25-й. Или еще 24-й. 23-й. Он 22-й. Четверочка. Он обгоняет петавр по левелу так-то. Да. Он обгоняет практически всех, кроме дровки. Изражеской команды. Нигма, кстати, тоже неплохо на самом деле по левелу поднялась. Поднялся. Наверное, будет правильным. Поднялось. Поднялось. Можно поднялось. Это же сущность какая-то. Да, наверное, поднялась. Элементаль. Ну, кстати, да. Блин, купленный вот рефрешер. Это хорошая идея. Если удастся дожить за рефрешер, ну хоть как-то, да. Там вот все вот эти бешеные отрывы по Нетворсу того же самого снайпера может просто свести на нет. Ну, ты даешь блэкхолл под БКБ в снайпера. И снайперы по 25 тысяч Нетворса, они сразу выключаются. Они просто не работают. А если второй блэкхоллтаж, будет вообще классно. Ну, именно в снайпера нужно давать. Потому что если ты дашь блэкхолл в кого-то другого, тебя снайпер просто посчитает. Да. Большого рейнджа очень быстро. Ну, или, я не знаю, или морфлинг будет заниматься снайпером как-то. А Моден там в других блэкхолл даст. Тут есть, конечно, варианты. Но лучше в снайпера, я согласен тут полностью. Нет. Ну, если снайпера не дать блэкхолл, тебя просто расстреляют. Всю твою команду. Ну, скорее всего. Там у него слишком много артефактов. Слишком хорошие. Да, посмотрим на него. Кристалис уже есть. Там хочет Дейдлос. БКБ думает брать. Да, мы же должны. О-о-о-о. Энигма-то в спину может зайти. Ну, слушай, вот тут, на самом деле, двоякая ситуация. Потому что Shadow Blade есть у дровки. И Na'Vi об этом знают. Поэтому, если грамотно играть, не будут просто ставить в центре. И не подпустят Модена. В том-те момент. Ну, вот надо с эндриками работать. До центра устанавливается, тут же сбивается, естественно. Причем у тебя эти шрапнели, может быть, уйма. У тебя и Рубик ворует шрапнели, и морфи превращается тоже в шрапнели ворует. Классно, да. Да, воробасно. Кримсон есть. Кримсон пробивать тяжело все-таки. Хорошие ячейные, ассоциальные залетают. Мэджикл стоит вообще без каких-либо. Ой, Статик Шторм. Какое-то интересное получилось. Смотрим, страдает. БКБ, потому что нажимать. БКБ, ну, практически в никуда уходит. Там затраты небольшие от Na'Vi, они только демоник. Вот вверх ушат. Надо туда лететь. В Тауэр, пожалуй, их не добили. Сампит пошел. Водос БКБ ТП. Там БКБ, когда ничем не собьешь. И снизу попытка перехватить. Когда увидели две ТП от Na'Vi, ну, тут и Мэджикл отошел, и Нейкл отошел. Не получилось перехватить. Но тяжеловато мы видим, да? То есть вот на обороне, как мы уже говорили, Шапнель это идеальный, конечно, дефенс. Дабл демэдж там, дабл демэдж. И доедалось, и дабл демэдж. Ой, как больно. Ему Боттл передали. Смотри. Так, хорошо. Захилили, Боттл передали. Ну и пошли. И дабл демэдж туда взял. Это довольно опасно. Даже обратно вниз, один удар по Тауру, и бараки ломать. У нее ли в центр выйти, загангать, может быть, кого-то? Можно, да, кого-то убить. Дизрапшн из очень-очень большой дистанции. Но это кодус. Морфлига так просто нельзя. Просто от ХП ничего не остается. Чейнэм, тут Дрим, осторожно. Инвиз заканчивается. Глимс неудачный от Санейка. Тандерстрайк есть и улд. Ченетик филд поставили, Близзи прыгнул. Неплохо застанил. Солд кейчер. Издалека шивас гард и сноуболд. Сноуболд, кейнгер, бут. Матэй пытается подойти дать Блэкхолса, и еще потеряли. Рубик без байбека. Да, издалека просто. Вы китали способности. Еще и кейнгер подставляется. Суппортов убивают. Тоже без байбека? А снайпер где-то там расстреливают. Снизу, да, подходит. Тех-3. На ровном месте потерялись участок суппортов. Есть, конечно, глиф, но 40 секунд. И в три корь героя Empire будет очень тяжело справиться. Суппорты здесь, очевидно, нужны. Особенно Рубик, конечно. Ну и теперь просто забирать бараки. Там, кстати, БКБ еще у дровки нет. БКБ кулдаун. Да, да, это знают. О, крит тысячу. Два подряд, два подряд. Тысяча, тысяча. Это было очень больно. Это было максимально больно. Байбек, конечно, есть у дровки, но вот так потерять своего керри в дорожном месте. Мне кажется, там уже разговоры идут в TeamSpeak по поводу не ливнуть ли нам прямо сейчас. Ладно, дать Блэкхолл. Или... Ну давай, под Shadow Blade. Моден, пошел, пошел, пошел. Это твой шанс. Звездный час. Дровка выкупилась. Надо ловить. Суппорты появляются прямо сейчас. Синей держат на дистант. Нави контролирует, конечно, Энигму. И просто спокойно отходит Нави. Забрали линию. Все в порядке. И все уходит. Все уходит. А тост. Нет, подловили. Кажется, Заяц. 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 Газ получает. Есть стампит. Стампит под аганимом. Как пробить пробирной урон хорошей дровки. Не успел. Что-то он пробежал хасты, вернулся за ними и побежал обратно. Не прокликал, походу. На UL был то, что кнопочки не дожимал. 20 тысяч. Там, на самом деле, кнопки-то было тяжело нажать. То есть, какой смысл нажимать на UL, когда на тебя работает стампит? UL на соперника это нужно разворачиваться все-таки. А разворачиваешься, и тебя дровка еще больше. Нет, на себя UL это смерть сразу. Когда ты на ловку побегаешь, ты просто... А если у тебя нет какого-то там... Да и с даггером тоже ты не уйдешь никуда. Потому что UL все-таки меньше висит, тем тегер откручивается. Поэтому тебе только соперника UL, когда ты убегаешь. А если соперника, UL тебе нужно развернуться? А если ты разворачиваешься... Нет, тебе нужно какой-то промежуток времени, чтобы тебя не били. Потом ты себя можешь за UL и блинкануться. Ну да, там вообще никак, мне кажется. А тебя просто настреливает дровка с бешеным количеством. А так, спида. Ну, импвар прям ринулись вперед за эту смерть Шаду Демона. На самом деле, у нее есть байбэк. И на ему... У меня есть никогда не идут. Очень опасные тут. Так. Либо что-то бешеный Санейка. Он просто впереди планеты всей. Упитывает, да. Но под Климсом тяжело его забрать. Снова пол-оффик куда закатился. Вернули под Глимс, кстати. Закатился недалеко. Прыгает вблизи. Статик-шторм установлен. Кодос под БКБ ему плевать. Мэджикл пытается пробить, пытается дать пульс. Подходит, где Блэкхолл. Врывается Блэкхолл по одному. Только дал. Нет, на самом деле дал по двум. Потому что там из Дизрапшена выходит снайпера и тоже убивает. И в итоге Блэкхолл от снайпера. Минигму убили. Правда, Кодос превращается в Дизраптор. Есть Глимс на Кристаллайзе. Сам под Весталом. Вейпор на развороте. Пытается до конца получать чейны. Неприятно. Снова в Дизраптор превратился. Кодос. А снайпера кто убивать будет? Непонятно. И снайпер стреляет в Кодоса. И Кодоса здесь не уйти. Дравки нет байбэка. Ну, на самом деле, конечно, была прикольная акция от команды Эмпайр. Вот так зайти и просто проигрывая уйму денег подраться. Не добили тертревышку. Да, 4 хп. Отыграли, кстати, довольно-таки уверенно. Тысяч пять. Ну, там было просто восемнадцать-девятнадцать тысяч. А не все осталось четырнадцать. Ну, не в этой драхе, значит, там где-то по дороге еще отыгрывали. Момент был интересный. Такой несообразный ол-инт Эмпайр. Если бы, конечно, после байбэка снайпера они накрыли там и его еще раз убили, может быть, шансы и были. Дабл дэмэдж для снайпера. Я думаю, там тесменскую бабочку себе, наверное, хочет. Да, БКБ все-таки. БКБ, что да, и дабл дэмэдж. Опять дабл дэмэдж. Опять боттл. Нихао. Так, ну, у дровки нет байбэка. Это самое важное. Морфинг, конечно, вернуться может. Но у дровки элементарно кулдаун. Там еще пять минут. Поэтому должна падать еще одна линия. Ага, это БКБ сколько? Там секунд, минуту, наверное. Да, полтора минуты. И что самое главное, он купил что-то, БЛЭТ и рефрешеры нет. Нет рефрешера и не дать еще один БКБ. Знаешь про тебя? Тер-4 уже ломает. А, они решили сразу дровки сломать? Ну, а не знаю, что у дровки нет байбэка. Смог. Смог, Эмпайр. Ну, как драться? Даже не знаю. Что делать-то? Без БКБ в четвером. Морфинг сделал байбэк. Кстати, Шторм накрыло здесь, чтобы не убили Эмбер Спирита. Его так просто не заберешь. Там еще и диск имеется. Кодос спину зашел. Кодос идет за Мэджикал. До конца знает, что без байбэка прибивает. Он прям по дабл-дэмиджу. Но есть стампид. Под стампидом Мэджикал просто убегает. Превращается в снайпер. Кодос дал шрафтный. Или налево-направо их раскидал. Но догнать снайпера не получится. Здесь приходит Эмбер Спирит. Приходит вместе с Кентавром. Сноубол от Кингера. Не накажут ли его за это? Хороший балл распанч по Кентавру. ХП мало добивают. Его неплохо сыграно. Байбэк, а Кентавр тут же. Минус Кингер. Он без байбэка. Но скоро появится дровка. Эмбайр пока держит оборудование. Сейчас придут. Последними силами, конечно. Шадо Демон уже бежит на всех парах. Кентавр тоже выкупился. И нужно заходить. Да, дровка будет. Но у нее не будет таска. Таск, кстати, тоже очень много дел. Что по Блэкхолу? Что по Блэкхолу? Сколько? 20 секунд еще ждать надо им перцем. Появится этот момент дровка, конечно. Но центр, видимо, уже упадет. Если на ее не хотят просто на пустом месте проиграть эту игру, им нужно отойти и убить Рошана. Да, потому что снайпер без байбэка. Надо это помнить. Обходит под смоками. Сейчас очень опасно. Ходос привлекает к себе внимание. Превращает себя в имперспирит и кидает статуфисты чейны. Подвязывает кристаллайзу. Блэкхол, Блэкхол, Блэкхол. Моден. Твой звездный час, Моден. Или сейчас, или никогда. За 2 секунды. Там команда выигрывает время. Вот он снайпер. Найти снайпер, накрыть снайпер. Вот она опция. Моден выходит. Там встречается Нейкос. Нейкос, на самом деле, неплохо поисчекнул. И Моден получает Soulcatcher. Ассасинейт. Ой, как неприятно. Демоник Пурш, он просто взрывается. Байбэка нет. Нет, Моден Блэкхол, суток и не дал. Снайпер тоже без байбэка будет умирать. Нет, с пики уходят. Отлично. Один удар добивает его. Козос. Браво. 120 секунд. Еще поиграем. Куча байбэков, наверное, на самом деле, потратили. Очень много байбэков потратили. Они прямо идут до последнего. Но Козос здесь работает. Снова в Эмберспирта, снова Чейн и там Юл. Дизрабшин неплохой. Наверное, только какой-то кристаллайз получает Атос. Кстати, к Шторм. Хороший на сейф. Кстати, убьет его иллюзии. Его убьют. Манта. Его как же Манта Стэлла просто застрэвил. Перекачивается. Да ладно, Дрим здесь мало здоровья остается. Дерется до последнего, понимая, что уже оттуда не уходит. И Кодос здесь тоже подвязывает. И тоже будут выбивать, выбивать. Кодос. Один остался ты среди кор-героев. Тебе надо жить. Но жить не дают. Не дают жить. Это все страйки в разные стороны. Кодос старается потеет. Но Сноубол даже от Кингера. Боже, как играет до последнего Эмберспирта. Вейформ Сторм. Там Стампит в погоню. Есть Дизрабшин вновь. Кингер уводит. Просто прицел соперника куда-то далеко от своей базы. Кодос. Дабл Эдж. И только сейчас он погибает. Гуд гейм. Теперь можно соглашаться с поражением. Ну, последняя схватка, конечно, просто фантастика какая-то. Все на байбэках, на такой уже, знаете, инерции больше. Без какого-то холодного расчета. Да, в принципе, эта игра огромное количество фрагов. Сколько там сделано? 76. Жесткая война была. На Моцинаве. Да. Переломили первую карту. Конечно, не до конца отыграли. Потому что там реально хороший пик был. Реально мощный, хороший пик. Против пик направленный против Бэтрайдера, в первую очередь. Поэтому очень круто. А во второй игре вообще в одну калиточку и в третьей игре просто на классе. Ну да. Ну, пощекотали нервишки, конечно, Нави своим фанатам. Прям совсем чуть-чуть. Так, заставили поволноваться. Но в целом победили. И финал винеров. Неплохая карта выдалась. И серия, в принципе, тоже достаточно интересная. Аналитики, что вы скажете? Батя, что скажешь? Я как главный фанат Нави, я не сомневался и не переживал ни единой секунды. Ни единой секунды. И даже в конце, да все уже видели все. И даже в конце, когда, значит, Снайпер фидит, когда Эмбер тоже, в принципе, уже практически фидит, я знал, что придет Санэйч. То есть кто-то всегда подключится, понимаешь? Кто-то всегда подключится. Это Нави! Вау. Так вот. Ну, в общем, тут реально было все понятно. Не, ну вообще, подрафтам мы сразу сказали. На этом можно аналитику было закончить. Нужно было закончить на этом аналитику. Но режиссер снова не понял моих намеков. Вот. Видишь, реально единственная проблема, такая глобальная, которая встала перед Нави и могла в итоге стать прям проблемой-проблемой, это Блэкхолл. Вот, этот Блэкхолл, да. Ну, нет, Блэкхолл. О, здесь Нави закинули. Закинули, да. Не этот Блэкхолл, конечно, но в будущем Блэкхолла, когда БКВ появился, сбить реально нечем вообще. Ну и как бы, то есть, это, естественно, проблема. Не ровен час, можно подставиться там втроем где-то в этот Блэкхолл умереть, но тут, опять же, подставиться втроем не так-то и просто, потому что снайпер стоит далеко, Эмбер прыгун, там, ну, все держат позицию. Тут нет таких героев, которые прям бегут вот толпой, ну, хотя вот сейчас, например, они бежали прям под Блэкхолл. А в остальном-то все, конечно, Нави было под контролем. Ну, Ярослав в общих фразах как бы игру объяснил. Я скажу так, что есть такой сленг, да, в доте, sacrifice. Здесь максимально засакрепайсили Энигму, это было очень плохим решением, потому что она по игре очень сильно выбилась, у нее самой не было игры, и Санейка курицу в один момент подрезал, и заблочил споты, то есть, тут все сделал максимально, чтобы этой Энигме было плохо в этой игре. То есть, они сосредоточились на бот-линии, в итоге я бы не сказал, что они прямо ее там в хлам выиграли, да, у Морфа было все хорошо, но Заяц очень крутое решение принял, он просто пошел, стакал лес себе, выформил, потом выходы в мид, то есть, Снайпер, в принципе, выигрывал мид, там еще и убивали тех, кто приходил помогать Снайперу. В этой игре, опять же, нет ни фронтлейнера у Эмпайр, нету оффлейнера в принципе, потому что все было очень плохо у Энигмы, так как они поставили вот эту 3-линию, возможно, возможно, стоило там как-то, не знаю, Энигму, либо бот поставить, попробовать прийти триплой, ну, очень сложно в этой ситуации как-то выкрутиться, но тут не получилось так, что вот они дали старт Морфу, да, а Морф заспейсил Энигме, тут такого не было. У них два жадных кора, которые выкачивают фарм с карты, при том, что их еще зажимают и активно давят, а где Энигме искать фарм? А где Рубику искать фарм, который, ну, достаточно жадная четверка, ну, непонятно. Опять же, говорю, слишком жадно на драфт или Энигма на тройку, ну, тут вышла достаточно провальной. Откровенно говоря, Фринц сомнительный на драфт или, то есть, кто же мешал-то в итоге взять эту Энигму пораньше и сделать так, чтобы она в итоге была стандартной четверкой, чтобы был какой-то нормальный оффлейнер. Никто не мешал, сами себя не мешают, ну, то есть, в общем-то, Эмпайр играет неплохо, то есть, нормально. Они сами себя проигрывают. Да, да, да. На стадии драфта. Вот именно, что это удивительно, потому что нормально играют, есть порох в пороховницах, что называется, ничего не боятся, дерутся, там хорошо жмут кнопочки, но с драфтами какая-то проблема. Тем не менее, стоит отдать должный Na'Vi, они сейчас действительно и хорошо пикают, и хорошо двигаются по карте, в частности, суппорты. Ну, это... Не считай первой карты, они на самом деле там на драфтере это достаточно странно. Ну, 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 бывает, бывает такое, бывает. Но в целом, если как бы сравнивать Na'Vi, которые там были условно месяц, там, два назад, да, то сейчас Na'Vi благодаря Зайцу, возможно, благодаря тому, что, скажем так, пришел новый человек, новое дыхание, атмосфера в команде поменялась, сейчас Na'Vi, это ого-го. Ого-го! Ого-го! Ай, мальчики! Кстати, уже неоднократно за эту игру вижу, как кто-то, ну, один раз видел, как Dream, один раз сейчас еще увидел, как кто-то вроде как пытается вывалиться из Кенетик Филда при помощи Хурикейн Пайка. Пофиксили? Ну, уже давно нельзя так сделать. Сам недавно узнал, что давно нельзя так сделать. Но стоит им сообщить нельзя. Попытка была неплохой. Попытка, да. Попытка была. Чисто, как говорится, фишки Энесса перестали выходить. Ну, вот и все. В какой-то момент. Кстати, очень тонкий момент. Если бы тут Санейка рядом не оказался, на самом деле. Ну, тут Заяц, кстати, тоже подставил. Да, ну, как все сделал Санейка, потому что вот идеальный статик. Марфу тут поплохело немножко. Да, а у Санейки огонил, что ли, да, видимо, очень много дэмэджа там. Санейка просто уровень высокий, по-моему. У него Вестал. У него Вестал был именно. А, Вестал. Понял. Ну, да, Вестал и Санейк Шторм достаточно. Ну, это очень крепкая рубка. Если мы посмотрим на майбеки, то майбеков ни у кого нет вообще. То есть все заюзаны. Итого эта хавка не 10 на 10, а 20 на 20. Ну, тут, скажем так, игра в конце, она была такой близкой. Ну, да. Могли и проиграть, в принципе, Нави. Если бы у Нигмы там получилось заблэкколить, у него же ничего не получилось. Он так и умер с этим блэкколом. Если бы вышло, может быть, дать хоть блэккол хотя бы в пару целей, они могли выиграть здесь драку. Санейч тупо на мужика на своем рапторе выходит, там, сбивает, обезвреживает Нигму. Обезвреживает, да. Ну, это, правда, очень и очень тяжелая игра для Нигмы. Ну, просто благодаря решениям Empire.